Давай, теперь правая ручка там остается, левая мы начинаем сверху давить. Эти юные гончары – дети участников СВО. Здесь им показывают работу в деталях, если нужно, помогают. У Олеси трое детей, когда изделия из глины подсохнут, ребятишки отправят их папе. Ребятишки у нас каждый месяц собирают не только папе, но и вообще по всему фронту. У них уже появились свои знакомые в разных полках. Они собирают туда гуманитарку, отправляют ребятам, пишут письма, получают обратную связь. И как бы у нас уже друзья появились. Дети, да и сами мамы, не скрывают. В сегодняшних реалиях время, проведенное вместе, бесценно. Такие занятия как раз помогают сплотить семьи, уверены в фонде. Отсутствуют какие-то связи между родителями и малышами. И по факту они предоставлены сами себе. А тем более, когда у нас папы находятся на СВО, деткам катастрофически не хватает внимания со стороны родителей. Десятки ребятишек пришли попробовать себя в роли настоящих гончаров. Кстати, многие уже после первого занятия освоили базовые навыки ремесла. Мы очень, скажем так, способствуем. Мы хотим именно проявлению творчества, чтобы что-то было именно совместно, семейное. И потом, когда они смотрели на это, у них были какие-то теплые чувства, эмоции о том, что вот мы это сделали сами. Мы это сделали своей семьей. Следующий мастер-класс для детей, чьи папы сейчас находятся на спецоперации, пройдет 28 августа. В артмастерской на Папанинцев, 119. Вход свободный. Мария Костолева, день с толком. На любой кружечке это цилиндр.